Иваново-Вознесенск. Мельничная улица. В новогоднюю ночь с 1899 на 1900 годы в гостинице «Грязновские номера» был обнаружен младенец. Родителей найти не удалось. Личность матери полиция установит позднее. Ей окажется Мария Рябова, работница шуйской фабрики. Она приехала в город, чтобы избавиться от новорожденной дочери. На рубеже веков Иваново-Вознесенска переживал бум подкидышей. Город большой, много богатых домов, и здесь легко было затеряться. Этим пользовались молодые матери. В Иваново-Вознесенске смертность среди младенцев до одного года доходила до 50%. Среди подкидышей этот показатель составлял 70%. У нас, в большей части, все-таки сезонно холодно. Когда ребенок несколько часов или даже один час проведет на холоде, это не очень хорошо на улице. Плюс после этого непонятно было, чем его кормить. Кормили, как правило, коровьим молоком. Из-за этого, собственно, ребенок погибал. Рабочие жили небогато. Декретных пособий и единовременных выплат за рождение ребенка тогда не было. Детских садов и яслей тоже. Все расходы и обязательства по воспитанию ложились на молодых родителей. Поэтому они зачастую предпочитали избавляться от младенцев. Но подбирать чужих детей богатые люди тоже не особо желали. Сдавали их в полицию. Создать в городе приют для подкидышей государство не разрешало. Почему, неизвестно. В Иванове существовала такая практика. Власти отдавали детей в семьи на вскармливание за деньги. Назывался это молочный промысел, так называемый. То есть ребенка сдавали крестьянину. Пытались найти обычно или у кого была корова хорошая, или у кого была мать, собственно говоря, с младенцем тоже, которая могла бы кормить еще и второго ребенка. Соответственно, ему платили, ну, по Шуйскому езду платили 4 рубля в месяц. Это, в принципе, нормальные были деньги. Судьба таких детей незавидная. Чем старше становился ребенок, тем меньше за него платили. Считалось, что с возрастом малыш сможет все больше и больше помогать по хозяйству. Человек жил в семье в качестве бесплатной рабочей силы и не имел прав на наследство. Но даже при таком подходе желающих брать подкидыши на воспитание было немного. Поэтому в городе практиковалось так называемое подкидывание по соглашению. Женщина, которая приближалась с рода, и ребенка она не хотела воспитывать, искала через трех-четырех лиц, естественно, не в приличном контакте, а через нескольких знакомых, какую-то семью, которая могла принять ребенка, то есть которая его хотела принять бездетно, как правило. И вот к ее дому подкидывался ребенок. В этом случае, когда заводилось уголовное дело, такая семья заявляла, что не желает искать и преследовать мать, и готова усыновить малыша. Но таких супружеских пар тоже не хватало на всех подкидышей, поэтому брошенные на произвол младенцы были в городе частым явлением. К слову, история, о которой мы рассказывали в начале сюжета, закончилась благополучно. Мария Рябова раскаялась в своем поступке и сама обратилась в полицию с просьбой вернуть ей ребенка. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.